всем привет друзья сегодня у нас очередные такие ремонтные вопросы хочу поделиться с вами одной идеей решил сделать сюда вот на стену ванной полочки сколько она сейчас все вот так вот выглядит все стоит просто на ванной и решил я сам сделать полки будут полки со скрытым креплением три полочки здесь сделано и полочка еще будет вот здесь у меня с дерева сделано для подставка там зачет банных причиналов купил две доски по метр двадцать именно деревянные есть пропиточка хорошая мы уже в туалете делали полочку кстати покажу в чем смысл вообще и хочу сам сделать не нашел ничего никаких креплений для скрытого на скрытых да ура смотрел ничего не нашел но там подобрал кое-что другое с вами рассмотрим сделаем кому-то интересно из по плану полка сюда она идет 70 сантиметров доску я взял подступенок для лестничных маршей деревянной он идет 20 на метр двадцать как раз мне будет две полки по 60 я сделаю глубиной 20 сантиметров здесь поскольку углубина меньше положите ровно 20 она будет заходить на ванну я буду ее укорачивать где-то сантиметров до 16 получится у меня здесь полочка и здесь будет на стене тоже три полки где будет по 60 сантиметров 150 буду и делать в угол самый ну покреплением покажу что я придумал как я буду выходить этой ситуации еще один такой мне остаток у меня ли стена очень узкая здесь идет газоблок тонкие десятка мы плюс штукатур поэтому нужно будет еще постараться ее закрепить вот такая доска это подступенок для лестничных маршей можете наблюдать сейчас дерево конечно цены на всю древесину сколько нулю безумно ну что делать если покупать готово что-то это еще намного дороже а так вот это одна ступенька стоит 400 рублей вот две ступеньки не взял морилка у меня есть и брал корж россия ну и крепление крепление там вышли мне рублей на 450 500 сами сделаем покрасим процессы результат конечно вам покажу сейчас моя задача нарезать по размеру полочки сначала нарежу немножко пройдут пройдусь их наждачкой такие мне губочки классно удобно работать мне нравится так я сильно не буду просто уберу заусенцы чтобы чит немножко поверхность потом я пойду обезжиривателем и буду красить пропиточкой сейчас я ванной покажу в день в туалете как они делали прошлый раз получилось неплохо мне нравится ну и потом уже сам именно монтаж посмотрим что у меня получится по монтажу я придумал крепление но это дюбеля да они идут специально по газоблоку даже газоблоки здесь как можно наблюдать они выдерживают 16 килограмм на вырыв то есть если его закрутить установить да это дюбель меня заплатить саморез и именно ну допустим как больно люстру допустим повесить в таком положении газоблоки он задерживает 16 килограмм у меня же она будет на излом и поэтому нагрузка уже увеличится программа 20 как минимум ну полочка это будет весит не знаю сама по себе там килограмм полтора ну и плюс там это пузырьки на него стоит принципе нагрузка не сильно большая и взял такие под них шпилечки они вот идут с двух сторон хочет фокусироваться такие шпильки они идут у меня 6 на бежала 6 на 140 получается одной стороной зажимаю шуруповерт одной стороной закручу в дюбеля по три штуки буду ставить ну чтобы понимали да допустим 1 крепление 2 крепления 3 закрывать сначала стену они мне будет а вот так и стены торчать потом на сверлю в торцах полок автор на сверлю отверстия они идут шестерки я на сверлю там наверное пятеркой залью их клеем и буду кияночка аккуратно их забивать на эти штыки я думаю должно получиться нормально но это может с вами увидим то что получится и получится что другое поэтому в любом случае мы с вами сделаем такой момент то полочка в туалете здесь у меня короб с дипсокартона его заложили плиткой там находятся все коммуникации что проходила большая труба канализационная по полу мы решили не делать с ней она чисто коробок такой но не прикольно и красиво мы сделали такую полочку мы пока я так оформили по простому смотрят это звездочки ракушечки там ушки из нашего путешествия прошлого железняком ну как думаешь ли такой цвет коричневая белая что у нас черные ну и вот сама это такая же принципе была доска обрезали ее по размеру и покрасили вот морилочка такой вот получилось все классно на два раза он прошел и структура дерева выделилась классная сама по себе но смотрится плохо вот так же примерно будет и ванной комнате все будем заниматься процесс буду показывать что ребят полочки я нарезал и приступил к покрытию их пропиткой вот так вот получилось на на первый слой то есть вот так выглядела досточка дом пропитки пропитка у меня вот такая дюфа wood protect декоративная пропитка древесины кому интересно такая пропитка ну такой цвет у нее шоколадный на при нанесении вот на один слой получается такая красота на второй слой еще круче прям мне понравилась данная пропитка и структуру дерева выделяет классно также защищает также она защищает от воды что очень хорошо она отдыхалка буду все досточки вот у меня получилось две полочки здесь получается третья и одну и обрезал еще по ширине которая ложится именно на ванну сама сейчас все это покрываем этой пропиткой и пусть она сохнет буду потом красить вторую сторону и соответственно на второй раз они еще пройду думаю успеем все как-то так получается дальше уже будет у нас именно монтаж пропитку наносим в одном направлении вдоль волокон то есть таким образом на хорошо растягивая нашу пропитку и равномерно распределяешь ну что ли покрасила на все досточки на второй раз на пропитке прошу какая красота получается мне очень нравится результат на этой пропитки сейчас она же подсохнет на чуть-чуть петлеет вот эти темные пятна это структура древесина так легла что здесь она лучше впитывала пропитку и соответственно свет получился более темный но это прикольно все эти сучки они отделяются структура выделяется классная пропитка не знаю рекомендую все досточки не высыхают и они принципе готовы начну устанавливать вот с этой которая придет у меня на саму ванну выложиться и потом будем уже устанавливать на стену вот у нас такие шикарные полочки единственное переживаю поводу крепления эти скрыты которые придумал будут ли они нормально держать но знаю буду пробовать по-другому не так все смотрите переключайтесь что друзья поставил я вот первую полочку именно на саму ванну так у меня получилось она уже полностью высохла так вот выглядит подрезал тут уголочек аккуратно все чутенько она не стала все места такие куда она попадет я за силиконе ставил это уже на силикон обычно он классно держится сюда и пользуюсь в принципе силиконом и покупание какие монтажные клеи и тому подобное ну а дальше будем ставить сюда ну что дальше я друзья дальше мы разметили полочки как они у нас будут у них 32 по 60 сантиметров на 50 я сделаю шампанном порядке то есть 60 50 и выше 60 думаю так визуально будет интереснее смотреться под первую полочку разметил буду на этом уровне этого нам нужно вылетка карандашик уровень чтобы проверить себя но у меня здесь как бы плитка по уровню лежит но опять же плитка ровно и здесь у меня я просто отшива отступил толщиной полки крепление разметил таким вот образом полочки покажу полочка у меня будет здесь три штифта стоять разметил их таким образом так вот один здесь 2 штифт будет но естественно 10 3 по 7 сантиметров здесь отступил здесь посередине будут у меня не заходить в торец полки сейчас моя задача на сверлить три отверстия загоняю гибель очки закручиваемые штифты и буду пробовать установить первую полку смотреть как это получается если смысл вообще так делать вот у меня старый мой терминафт аккумулятор уже нифига не держит заряжается по пять минут сейчас зарядил надеюсь хотя бы на эти три отверстия мне хватит неохота перфоратором сверлить неудобно громоздка заряжаем сверла по плитке единственно но у меня только шестерочка есть такие хорошие сверлышки четырехгранные по керамике но я пройду сначала шестерка потом есть у него такой обычная победит его именно до сверлил проблема плюсом дальше газоблок просто в режиме сверления просверлил все сейчас свяжем зарядилась ложка с одно отверстие меч с вами просверлю кому интересно обзор на данного терминафта есть у меня на канале там интересно камера странно передает самом деле он как бы такого темно-синего цвета на 10 как будто зеленца адрес удобно очень такими сервисами сверлить поскольку очень удобно начинать сразу я наметился все никуда не уходит я начинаю сверлить лично сейчас что-нибудь постелю чтобы мою досточку не запачкать все погнали дальше газоблок идет как по маслу сейчас я переставлю сверлышко удобно да я уже себя штатив куплю чтобы качественно снимать все поставил такой сверло обычно что-то боится их грамм куда-то там что-то начнет скала нет все это фигня принципе им сразу просверлить все нормально отверстие все сюда загоняем дюбеллички и закручиваем наши штифты сейчас совсем сверлю покажу дальше что делаю этот штифт так же просто вставляю так сверло шуруповер оттягиваем вставляем и закручиваем ну вот так это выглядит друзья смотрим чтобы наши крючки все были стоят на одном уровне на согласны что мы можем немножко там подогнуть вверх все нам будет это нужно чтоб наша полочка отрегулировать да и наклон можно уровень кинуть на них сверху посмотреть какой нужно подогнуть какой нужно опустить в принципе крайне мне нужно немножко вниз опустить на миллиметр не по уровню это можно уже будет полочкой сыграть все теперь задача берем полку размечаем отверстие отверстие четко под наши крепежи рулеточка переносим то есть мы берем рулетку и уже по факту каждое отверстие от стены четко переносим на нашу полку дальше смотрим дальше смотрите берем сверло все таки наверное шестерку по дереву что пятерку читай попробовал и туго она идет вы все доску расколоть и насверливаем наше отверстие то есть перенесли разметку на полку таким вот образом я пятерка попробовал сейчас туговато не понравилось не боюсь что не зайдет строго по центру также момент обязательно инструмент при сверлении держим строго вертикальном положении что само не ходил не туда не сюда чтобы наши штифты заходили четко вверх поэтому контролирует момент при сравнении чтоб заходило все все равно именно строго вертикально так на срывы также сделал такой потай небольшие под шляпки юбилей чтобы они мне не мешали плотно к стене подойти и сейчас буду немножко в каждое отверстие буду наливать вот такой вот клей пва столер он классный клеем быстро схватывает он просто заполнит эти пазы в этих шпильках засохнет и раздавит не даст ты полки съезжать просто прямо так вот отверстия буду немножко без фанатизма потому что потом он еще этот клей выдавливать и в принципе много не надо что клею деваться некуда выходить ему некуда все сейчас буду пробовать ставить и что-то взять вот перец полочками завершена вот так то выглядит в этом варианте получил на ванной и и три полки вот такие вот цикла молочевку открытым укреплением классно ничего лишнего нет единственное при установке проверяйте развернулись углов потому что средний полочек пришлось помучиться здесь немножко поскольку этот плитками видите здесь отход не хватило кусочка маленького пришлось и доставляю здесь огрызочки такие и они немножко стоят не ровно как бы завернута то и угол полки меня стал упираться пришлось помучиться чтобы досадить что-то немножко сзади не получилось там миллиметра два досадить но уже все назад я вытащить и не могу крепление сидят четко жестко принципе для бутыльков нормально я ставил по три шпильки так то выглядит сейчас попробую на плана собраться показать вам сверху вот так это выглядит на прикольно мне нравится то что вы можете делать своими руками затратив минимум усилий и средств все всем пока подписывайтесь ставьте лайки кому было полезно и интересно спасибо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»